На этой неделе в городе открыли еще один филиал аптеки социальных цен. Уже пятый по счету. Он работает в Ленинском районе, а вообще у муниципальной аптечной сети в этом году юбилей, десятилетие. Об этом празднике, об особом подходе к покупателям, говорим с директором муниципальной аптечной сети Владимиром Машановым. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это гарантированно обеспечить доступными лекарственными препаратами жители города Новосибирска постоянно заботиться о том, чтобы люди могли приобретать, была возможность их приобретать в качественном формате, в соблюдении всем норм технологий отпуска лекарственных препаратов и по возможно доступным ценам. Вот наше отличие от частных сетей. Муниципальная аптечная сеть продает ведь не только препараты промышленного производства, но и сама производит лекарства. Ну, это тоже еще из особенностей. Мы единственные пока предприятия, которые в розницу продают лекарственные препараты собственного производства. У нас есть собственные отделы производственные. В этом году мы их укрупнили, чтобы повысить качество, чтобы повысить эффективность снабжения наших аптек. Вне зависимости от того, где находится отдел, можно прийти в любую аптеку и под заказ получить любой лекарственный препарат нашего производства, не приезжая специально в производственную аптеку. На этой неделе открыли еще один филиал социальных цен. Теперь в Ленинском районе. Вообще в каждом районе появится? Да, это задача поставлена мэром города Новосибирска, чтобы в каждом районе появилась такая аптека, чтобы увеличить доступность к такому нашему проекту социальному, который реализуется уже в течение этого года. Там продают с максимальной скидкой, точнее с минимально возможной торговой надбавкой препараты продают. Соответственно, вот как вам удается держаться на плаву? Экономика она простая, то есть мы реализуем лекарственные препараты по той цене, по которой мы купили их у дистрибьюторных поставщиков. Изначально проект задумался как социальный, мы были готовы на то, что он будет, как говорится, планово-убыточным, потому что мы единое предприятие, можем себе позволить, что один филиал работает получше, другой поменьше, и на общей экономике предприятия это не сказывается. И за счет оборота, за счет увеличения количества покупателей, вот эти 6%, которые законом требуются, они сейчас, по крайней мере, дают нулевую рентабельность. То есть проект стал успешным не только в плане социальном, но и в плане экономического, на отдельно взятую аптеку, поэтому полагаю, что этот проект будет развиваться именно в том ключе, в той модели экономики, которая сейчас у нас существует. После открытия филиала аптеки социальных цен, неожиданно стоимость препаратов меняется и в соседних фармацевтических пунктах. Почему так происходит? Микросреда, она существует в городе Новосибирске, и аптеки открываются как раз под ту покупательскую способность, которая присутствует в том микрорегионе. Нет, это либо район, либо это жилмассив. Вот самая первая аптека, восьмая аптека, она проработала год, а наши специалисты отмечают снижение цен вокруг нашего микроконкурентной среды, вокруг нашей аптеки. Это еще один-один из эффектов, когда мы говорим об инструменте, как муниципальной аптечной сети, как инструмент города Новосибирска по влиянию, то есть на цену, но на экономику фар-бизнеса города Новосибирска. В этом году муниципальной аптечной сети исполняется 10 лет, юбилей. Что является главным результатом, по вашему мнению, за все эти годы работы? В 2006 году существовало множество с разной экономикой разных муниципальных мелких предприятий, которые назывались аптеками муниципальными. И вот это объединение сформировало механизм, единый, центральный, который имеет действительно возможность влиять на фармрынок, возможность влиять на доступность лекарственных препаратов. То есть наша программа лояльности, да, вот они за счет вот этой системы, общей системы управления, централизованной системы управления, дают тот максимальный эффект, нежели бы это было бы, если бы это было какие-то вот разрозненные аптеки. Поэтому вот главная цель. Мы создали рабочий механизм, который сегодня дает свои плоды. Ну то есть сеть, она действительно стала сетью? И более того, как раз вот за последние два года, помимо, скажем, правовой интеграции, да, мы внедрили новые технологии информационного обеспечения в сети. Мы объединили наши филиалы в единую информационную структуру. Буквально сейчас идет вот активное внедрение нового программного продукта, управление продажами и аналитики. Потому что мы ежемесячно предоставляем мэру города Новосибирска отчет, в принципе, о закупочных ценных, о ценных в городе Новосибирске. Вот такой программный продукт нам был необходим, потому что помимо влияния на самый рынок, мы даем специалистам мэрии информацию, чтобы они принимали политические решения. Наверняка есть планы по развитию. Откройте небольшой секрет для покупателей. Чем будете удивлять в ближайшее время? Ну, в следующем году у нас в планах уже заключены договоры. Мы планируем к открытию 5 новых аптек. Две из них – это будет совершенно новый современный формат. Он даже не только для муниципальной сети, может быть, в целом для фар-бизнеса Новосибирск будет уникальным. Мы откроем вот такие гиперрумы, да, то есть это будут большие аптеки с современным оборудованием, но это больше, чем просто аптеки. Там будут комплексные концепции по сохранению здоровья, да. И отдельный проект, который, ну, уже точно состоится, сейчас мы находимся на лицензировании, это наш многопрофильный медицинский центр, который мы откроем в январе следующего года. Здесь он будет работать по такому же принципу, как и наша аптека, вернее, с той же идеей. Там можно будет получить недорого медицинскую помощь, консультации врачей, но в том числе там будут также формироваться программы лояльности, которые будут дополнительно снижать те цены, которые будут представлены в этом медицинском центре. Ну и вот из последнего, мы сейчас активно пытаемся выступить экспертами в доступной среде, мне лично эта тема интересна, как руководителю. И сейчас наши эксперты проходят обучение, и мы, скорее всего, в начале следующего года представим два шоурума, так мы их называем, это будет два выставочных зала, где будут представлены товары для маломобильных граждан. То есть мы хотим показать жителям, что доступная безбарьерная среда, она может существовать в городе Новосибирске, и что это не только товары для инвалидов, для лиц с ограниченными возможностями, это не только пандусы и тактильные блитка, это нечто большее. И что современные технологии позволяют действительно в городе Новосибирске, в том числе мы хотим, чтобы это было, чтобы мы были таким якорем формирования вот этого понимания, что безбарьерная среда может существовать в нашем городе. Успехов вам и спасибо за полезную информацию.